вот у нас будет работа на свадьбе не глядь свадьба еще не началась но я уже устала у нас форс-мажор пойдемте сложно у вас работа несколько с таким графиком и зарабатывается это около пяти шести миллионов она не упала жениху вообще ничего не нужно прошу ответить его жених ему бы солить на мальдивы пять минут и мы начинаем чувствуешь эту атмосферу какую разинка атмосфера праздника какая-то странная но это все всем пока расходимся можете зрешь что-то не понимали все потому что сегодня последний выпуск нет это наоборот вызывает грусть а вот профессия организатор свадеб до сегодня садимся праздником с ней поработаем давай я вызвала сегодня карандаш давай вот рюкзак все-таки опять засунила у меня сегодня праздник надо же вот у нас будет работа на свадьбе не гулять гулять будешь ты мне можно только позавидовать сеточка потому что я узнаю намного больше об этой профессии раз уж девочки привет я думаю сегодня все будут при деле я каракутова зубра покажу вам все секреты этой классной профессии уже руки чешутся скорее идем пойдем я думаю ты сегодня со всем справишь ведь сейчас вот и у нас проходит на контроле по телефону это так легко я отправляюсь так вот эти цветы нужно загрузить машину привет здравствуйте а сегодня я буду вашим помощником это отлично я менеджер этой свадьбы так что сегодня мы работаем вместе а с чего начнем смотри менеджер контролирует погрузку для этого есть специальная команда поэтому мы это все курируем дистанционно то есть сегодня работать не будем почему мы это самая главная работа мы сидим за всем тогда пойдемте так смотри мы сейчас отъезжаем в ресторан у нас специальный тайминг и с 9 30 до 4 часов мы должны уже все успеть и расставить декор поехали поехали да я поняла хорошо он подъехал да мы успеваем же успеваем все отлично хорошо давай я вижу сейчас у вас работа кипит думаю с вами там нелегко но мы пытаемся всячески помочь на расстоянии я думаю она справится как вы стали свадебным организатором ну я купила инстабокс это такая штука которая фотографирует печатает фотографии на свадьбах со свадьбы и как-то потом пошло поехало и осталось организатором то есть вы на это не учились нет я училась и работала врачом и это все было спонтанно на самом деле образование по свадебной организации полноценного нет есть только курс больше опыта здесь на практике как так получилось что вы кардинально изменили профессию значит та профессия вас разочаровала нет профессии врача не может разочаровать врач это профессия которой нельзя ни с чем спутать это человек который помогает спасает жизни людей особенно в нынешнее время пандемии это особенно ценно но я просто приняла тот факт что я творческий человек и мне необходимо постоянное какое-то движение творчество идеи инсайты поэтому перешло сколько лет вы этим занимаетесь в этом году 6 лет а что входит в обязанности организатора свадьбы мы полностью контролируем свадьбу от а до я то есть наши клиенты приходя к нам они нам дают задание за то как они представляют себе полностью свадьбу и больше ни о чем не переживать всех артистов декораторов операторов фотографов со всеми ведем разговоры и полностью да и объясняем как мы видим что должно получить на итоге делаем и а вообще сколько вашей команде человек или вы одна справляетесь со всем ну когда начинала я была одна но постепенно набралась команда у меня три менеджера пять координаторов и шесть человек декораторов грузчиков и так далее то есть от силы ну около 15 человек команд о фула я думал меньше забыла о самом главном вот тебе карточка это карта организатора чтобы тебя могли все узнавать издалека я не вижу цветочного магазина почему приехали фазмаркер у нас форс-мажор мне позвонили сказать что закончился скотч давай быстрее быстрее купим метра вы работаете по какому-то стандарту или с каждой свадьбой разрабатываете новые идеи но у нас есть разные пакеты то есть есть свадьбы стандартные классические где нужно определенные обычаи и все бывает приходит клиент который хочет вот я хочу как ни у кого не было и тогда мы придумываем новое я так понимаю все зависит от бюджета свадьбы чаще всего да но вообще не бывает и люди у которых не ограниченный бюджет но им это не нужно то есть зачастую даже богатые клиенты заказывают стандартный пакет и имеют на это право а у больших руководителей или специалист который выполняет часть свадебной работы я была специалистом когда начинала делала все сама сейчас я руководитель и это очень сложно курировать у меня несколько менеджеров каждый ведет свою свадьбу на контроль их тоже нужно время силы нервы и очень важно проконтролировать то как они общаются с подрядчиками как они разговаривают с клиентами все ли моменты они учли и все ли готово к нужному времени но если человек хочет вливаться в эту профессию то ему необходимо иметь в первую очередь навыки в коммуникации то есть самое главное найти компромиссы между людьми между клиентом который является к примеру мама жениха жених которому вообще это все не интересно и тетушкой двоюродной со стороны и папы которая решает решила что здесь она будет руководить то есть здесь очень важно найти подход ко всем коммуникативность тактичность умение работать и находить компромиссы с людьми и выносливость потому что бывает очень много непредсказуемых ситуаций здравствуйте здравствуйте как я поняла сейчас мы приехали в цветочный салон на каждой свадьбе мы делаем приятности заказчикам поэтому сегодня у нас цветы мама жениха а какая она сегодня интернациональная то есть будет несколько интересная профессии просто ездишь и покупаешь что-то мне кажется у нас немного будет интереснее чем у нее ну что поехали давайте а сколько часов день вы работаете у вас есть выходные вообще сейчас выходными очень сложно мы в годные дни работаем как бы с 11 до 7 часов выходные как правило заняты поэтому выходных у нас нет вообще а на ночные часы работа тоже выпадает но сама свадьба как правило вообще начинается вечер вечер в ресторане с 6 до 12 до час ночи это уже ночь и зачастую так как в офисе мы теперь делаем занимаемся декором декор тоже устанавливает после свадьбы на следующий день то есть если мы с этой свадьбы заканчиваем в 12 ночи то в два ночи заезжает декоратор и работают до утра мы это контролируем то есть вы не спите но как бы пришли проконтролировать на телефоне пошла спать а с утра прихожу на другую свадьбу тогда сколько с таким графиком и зарабатываете у нас работа сезонная в сезон месячный итог бывает до миллиона свыше миллиона выходит а вне сезона но двести тридцать я могу вам помогает от работы можем давай мне как раз не хватает персонала мне нужны менеджеры будешь вести полностью свадьбу ну вообще не нужно уточнить вопрос со школой ну я могу пропускать вот честно я могу но надо понимать что это как бы я называю чистую бревельную из которой мы обязательно и почти 50 процентов уходят на новый декор на на то на это то есть многое расходов тоже есть в принципе я не сплю ночами так что я договорились ставьте лайки всем пока за какой срок вы организуете свадьбу минимум месяц и до года доходит зависит от того как насколько заранее пришел клиент но бывали такие свадьбы где жених украл невесту у нас два дня и нам нужно быстро все организовать надеюсь что у сони не будет никаких трудностей и возникнет форс-мажоров мажоров мажоров мажор слушай свет я чё-то переживаю за диану сони я не понимаю зачем за ней переживает уже не надо звонить пусть кому-то нет давай все таки прозвоним у меня нет обоязга там-то свадьба диан ну чё как там соня справляется диана нет она ехала без камерос успеваете все хорошо уже установили осталось дождаться только невесту жениха и гостей молодцы отлично хорошо давай ну все я позвонила вам волнение отлегло поэтому теперь мы можем спокойно быть очень жаль так я забрала реквизит как у нас здесь дела все хорошо пройдут и шторы на все время улетают куда-то если сейчас сильный ветер я боюсь она может срываться вообще ты думаешь лучше ее снять да ну и либо же как-то закрепить а что нас насчет стульев выброс не указано какое количество должно быть здесь 32 стула а я попробую читать до 32 права по остальным вопросам у нас в принципе все хорошо да да а сколько должны прибыть жених с невестой жених с уже прибыли они фотографируют а потом через часик у нас будет регистрация когда все гости соберутся сейчас мы должны подготовить все к регистрации где встречаетесь парами что вы обсуждаете как правило встречаемся здесь но чаще всего к нам приходит не пара чаще всего к нам приходит мама жениха мама невесты тети они организовывают как правило чаще всего они выступают нашими клиентами жениху как правило вообще ничего не нужно ему бы свалить на мальдивы и свадьбу зачем для чего а вот невесты хотят но невесты чаще всего бывают в роли скромной и ничего не нужно наверное это особенность нашего региона северного павказа что приходят родственники они сами да действительно так и какая была самая дорогая свадьба была у нас одна свадьба в ресторане где мы полностью меняли все в ресторане все что есть то есть занавески скатерти стулья все было новое все было для этой свадьбы и там только на декор вышло больше миллиона и ну и плюс еще там все остальное программа это где-то полтора и это без еды то есть еще кухня выходила там около полтора то есть это около пяти шести миллионов была такая свадьба наверное 5000 человек на этой свадьбе присутствовали нет всего лишь 300 получались ли какие-нибудь казусы как вы из них выходили ой они у нас постоянно есть была свадьба где невеста вообще отказывалась выходить вот ее сейчас выход все готовы там спецэффекты дым гости объявили не они встали ждут а невеста не хочет нет не пойду а вот почему я не хотел выходить ну невестах на свадьбах бывают различные кризисы они все нервничают они вот вот так вот стоят дрожат вот так дрожат и я думаю блин хоть бы сейчас вот будут там платки снимать куда она не упала как у нас дела все хорошо буквально чуть-чуть и мы закончили но у вас еще на фотосессию еще полчаса потом уже сразу проходим на зону регистрации нам же гости собираются а так у вас все в порядке как добиться вообще такого успеха в чем секрет секретов нету упрямство упорство работать 24 на 7 в любой сфере и все сможет 25 на 8 ну или так тоже хороший вариант чувствуете ли вы особую миссию на самом деле чувствую потому что у нас зачастую многие не знают обычаев свадьбы делают это неправильно потому что посоветовал двоюродная тетушка какой-то там бабушки и все коверкается все неправильно и поэтому я вижу нашу миссию в том что выводить ее на правильное русло то как она есть как есть обычаи но с условиями нынешних реальной нашей жизни на самом деле работа свадебного организатора очень нелегка но очень яркая интересная и я искренне ее люблю ну давайте уже документы подпишем конечно нет еще 18 лет но вот давайте сейчас договоримся я буду приходить вот нужно каждый день нет мы можем тебе взять особенные условия пятница суббота воскресенье как раз не понятно вот это что за цветы о машинка приходит сложно у вас работа конечно но суббота воскресенье все это все таки всегда но машинки мне понравились ставим лайк ну раз уже я в вашей сфере пора ехать очень жаль конечно могли тут остаться ну все тогда поехали их проконтролируем да садьбища не началась но я уже устала это знакомое чувство организатора поверь я вижу что фото зоны уже готовы почти да но сейчас самое главное проверим сели подрядчики артисты приехали сейчас мы займемся этим вопросом и с ними уже будем разговаривать по таймингу по вечеру по сценарию пройдемся мухаммед здравствуй здравствуйте как наш команда приехала все злори все готовы хорошо все можно начинать конечно они пять минут и мы начинаем когда удачи спасибо вам тоже удачи на всем удачи мухаммед здравствуй мухаммед здравствуй мухаммед здравствуй мухаммед здравствуй Субтитры создавал DimaTorzok Уже новая ячейка общества, счастливая семья Ахмед и Белочка, этот день вы забудете навсегда Потому что сегодня, 17 октября 2020 года, ваш брат зарегистрирован Объявляю вас с мужем и женой Как этот роботик? Какая атмосфера? Я, как-то, на всему приложила свою руку Точнее, две Да, поздравляю, у тебя даже очень хорошо получилось Подумай об этой профессии, может быть, она тебе пригодится и в будущем Скорее всего, она пригодится и в себе Ведь я уверена, что я найду себе другую работу Ну, конечно, я зазвала так много вопросов Ну что, наша команда завершает работу на втором сезоне Мы расстаемся с вами ненадолго Скоро увидимся А вы пока не забывайте подписываться на наш канал Потому что скоро будет третий сезон И там я буду топчик И обязательно расскажу про крутые машины Которые возьмете, ну, короче, арендуете себе на свадьбу А может быть, даже купите Если будете миллионерами и купите свадьбу за 6 миллионов Что жутко мне понравилась эта профессия И надеюсь, тебе Соню тоже А на этом наше видео подходит к концу Всем пока Эх, печально, но пока